Сервис начинается с уборной. Надо заводить друзей здесь. И вот сюда можно подплывать на своей яхте. И вот вы видите технологию строительства. Это собаки, что называют, с тремя высшими образованиями. Кирпичный каркасный дом для пользования, для жизни, он вообще не имеет никакой разницы. Вы не можете поставить здесь забор, можете посадить здесь ель. Всем привет! Меня зовут Сергей Нагорный, и я продолжаю искать жилье на карантине. Судя по тому, что ролик про таунхаусы в Софийской Борщаговке всем зашел. Ну как, вам не понравились таунхаусы, но видео было интересно. Я решил посетить сегодня еще один коттеджный городок. Находится он за Киевом, естественно, в селе Лебедевка, Лебедивка, Шестаке. И строит его компания DUPD. Dragon Ukrainian Properties and Development. Именно эта компания построила комплекс Abalone Residences. Я в нем когда-то был, так что можете посмотреть этот обзор. Также я был в коттеджном городке от этой компании под названием Green Hills. Там, как вы помните, все было дорого-богато. Ну и комплекс, который я посещу, называется Riviera Villas. Сами можете понять, по названию там что-то грандиозное нас ждет. Но, опять-таки, судя по фотографиям, которые я видел. Так что в этот прекрасный солнечный день мы с вами поедем на эту ривьеру. Ривьер, конечно, развелось. У нас я бывал в комплексе и ривьера, и солнечная ривьера, и еще много разных ривьер ожидается. Нахожусь я возле метро Минска. Приехал я сюда на такси. И сейчас еще поеду на автомобиле туда, в сторону этого коттеджа. И засеку время, которое нам понадобится для этого. Как видите, карантин в полном разгаре. Табун просто курьера в Глово тусуется под Макдональдсом, плотненько общаются, а потом разносят всю эту еду по городу. Это для тех, кто боится выходить на улицу, чтобы не подхватить вирус, но активно вызывает курьеров к себе домой с доставкой еды. Кстати, вы заценили у меня новая маска. Те, кто из вас старожилы и смотрят мой канал давно, помнят, как я хвастался своими новыми кепками. Теперь новый тренд, и я буду хвастаться новыми масками. Так что принимаю в дар маски разных типов, конфигураций, моделей, цветов и так далее. Всего у нас 5 заездов. И каждая улица у нас является автономной улицей со своим заездом. То есть ни одна из улиц не является транзитом. Если мы заезжаем сюда, значит мы заезжаем сюда, потому что мы здесь живем. Это прям при въезде, это детский садик. Один из лучших в Украине. Мы проанализировали наших жильцов, кто водит детей в детские сады. Большое количество людей водили в оболонский клаверкидс, но просто клаверкидс пригласили сюда, соответственно. Там детские площадки в лесу, там дорожки парковые и так далее. Сколько стоит год детского садика? Если ничего не поменялось, это в районе 800 долларов за месяц, за ребенка. Знакомьтесь, это Руслан, он партнер-продавец, но более знакомый для нас термин – это менеджер отдела продаж. Мы находимся на территории коттеджного городка Ривьера Виллас. Приехали мы сюда от метро Минская, меньше чем за 20 минут. Это у вас такая парковка. Кстати, посмотрите, как должна выглядеть парковка с озеленением, если вот такая была задумка. Здесь я сначала аж стреманулся, думаю, мы что на газон заезжаем. Оказывается, нет, это специальные паркоместа. Мы хотим убрать отсюда передвижение автотранспорта как таковое. Можешь домой сюда приезжать на машине, дальше паркуешься, и дальше по территории там либо электрокар, либо гироскутеры, велосипеды, пешеходы. Да-да-да, на велосипеде вполне можно тоже так же ездить. Сад желаний так называемый. Когда-то лет 6 назад вместе с жильцами высаживали эти саженцы, вот они уже в деревьях превратились. Яблоня, груша, персик, абрикоса, вишня, черешня. Перевязывали их ленточками, ленточками желаниями. Сад подрастает. На территории очень зелено, как вы не можете не заметить. Воздух прекрасный. Тут рядом Киевское водохранилище, оно же Киевское море. А с другой стороны я видел тоже у вас какой-то там водоем. Это Днепр, да? Хорошо, мы сейчас туда подойдем и тоже. Есть велопарковочка, лавочки. А мы с детьми бросают велосипеды, где удобно. Парковка есть, конечно. Никто не крадет. У нас открытый поселок. Я именно в буквальном смысле слова. В смысле? Но если бы я пришел, меня бы не пустили. Я имею в виду, территория закрыта безусловно. Привыкли к тому, что машины не закрывают, дома не закрывают. Что касается безопасности, закрытый периметр, видеонаблюдение с интеллектуальными камерами, патрулирование и локальное размещение постов. Общественный туалет. Кстати, рекомендую посмотреть. Как театр начинается с вешалки. Сервис начинается с уборной. Мы сейчас его проинспекцируем. Да, все в порядке. Видите, как в лучших отелях. Даже обогревается. Даже обогревается. Там мы видим спортивную площадку. Два танецных корта, но одно с мультипокрытием, поэтому там чаще играют в футбол. Что прикольно, возле этих мест есть фонтанчики с водой. Кстати, не факт, что он еще включен. Пока не включен. Но в жаркие дни всегда можно сюда на водопой. Тут питьевая вода выдается. Питьевая вода. А сейчас здесь антисептик. О, кстати, есть. А они тут всегда были или только сейчас повесили? У нас как бы сезон пока еще не начат. Соответственно, все вот эти вот трелести нашей рекреационной территории пока еще не открыты. Беседки на самом деле меблированы мягкой мебелью. Они зашторены. Здесь установлены там электролазитки. Соответственно, там есть возможности. Мы доставим иногда там плазмы, телевизоры, там какие-то проигрыватели. Чтобы более комфортно проводить время. Потому что бывает в гости компании приезжают и хочется не себя во дворе разместить гостей, а на общую территорию. Но при этом иметь какую-то приватную. Поэтому вот есть такие беседки. Кроме разбросанные. А детские площадки у вас вот одна или еще есть? И вторая у нас дальше за рестораном. Классные такие вот деревянные дорожки. То есть проект изначально был концептом задуман под классическую архитектуру. Колониальный стиль, да? Три года сопротивлялись пришествия современной архитектуре. Но поняли, что рынок поломать, наверное, бесполезно и не нужно. И приняли в себя в состав так называемые проекты модерны. Или кто-то хай-тек их называет. Мы выделили некоторые направления по улицам, где это возможно. В частности, вот противоположная сторона. Но это как раз будут абсолютно только исключительно современные архитектурные здания. Первый пляж. Мы активно готовим. То, что мы видим, это как раз восстанавливаются дорожки. Террасная доска, потому что они имеют свойства, скажем, расщепляться, ломаться и доски выкручиваться. Поэтому все это дело заменяем, готовимся к сезону. Ранее у нас размещались здесь каяки, катамараны, сапы и прочее. Здесь у нас были спа-жилеты, вёсты, проще атрибуты. Я правильно понимаю, что всем этим могут пользоваться любые жители городка, с их друзьями. Совершенно ясно. Так, надо заводить друзей здесь. Можно будет приезжать 20 минут. Здесь душ есть тоже. И тут есть спуск к воде, да, можно купаться или нет? Да, конечно, мы сейчас купаться. Мы выделили зону, скажем, пляжа для того, чтобы за ней можно было деткам, например, поиграть в песочки. Дизельно-то все это вычищается к сезону. Вода, на самом деле, очень чистая. Мы делаем, помимо, скажем, воды, мы делаем анализ почвы, анализ воды в скважины. Мы показываем о том, что она абсолютно безопасная территория. С точки зрения экологии, наверное, самое экологичное место в Киевской области. Север Киева, там один из самых экологичных. Если брать, например, тоже опасения, что касается Чернобыля, у нас делали замеры в 5 раз ниже нормы радиации. Что касается воды, брали бактерицид для анализ. Оказалось, что это чистую воду, ну, не родниковая, но в случае, там, если вдруг ты там наглотаешься, купаешься, то это будет без последствий. Дальше за нашим проектом, там когда-то была форелевая ферма. 10 лет выращивали форелевые и осетры. Это показатель чистой воды. Что касается растительности, растет исключительно у нас это плав, густылия. Ну, тут важно понимать, что мы находимся сверху течения Днепра. То есть это вода перед попадением в Киев. Здесь вот еще одна беседка. Сколько у вас таких беседок на территории? Пока у нас 5 беседок. Это самая большая. Здесь становятся столы, диваны, штуры. Все это закрывается и как-то вот перевозка находится. Это у нас зона ресторана. Зона, где у нас проводятся определенные там разного формата мероприятия. Это дни рождения, свадьбы, ну и так далее. Шикарная локация. Я скажу так, что, например, лучше детских дни рождения, чем в Ривьер. Я, честно, не встречал, потому что территория здесь 6 гектар. Ты находишься у себя дома. Любой перформанс, он как бы возможен для реализации. Это пены вечеринки, анимации, все что угодно. Катание на катерах. Просто посторонние люди могут здесь арендовать место для проведения своего мероприятия. Стараемся этого не делать, на самом деле. Почему? Потому что, опять же повторюсь, территория закрыта, и мы как бы чтим покой и комфорт наших лицов. И свой в том числе. Просто какие-то левые люди, которые хотят тут свадьбу провести, не получится. Практически невозможно. Должна быть рекомендация с какого-то изрезерента. А здесь у вас какие-то столики или что у вас? Да, здесь мягкая мебель у тебя. Тоже мягкая мебель. И вот сюда можно подплывать на своей яхте. Да, сейчас чуть попозже, когда уже на сезон навигации будет открыт, вода немножечко поднимается. В июне происходит как правило. Мы опускаем этот пуст, выставляется причал. Есть какой-то водопад. Там у нас жальшее озеро. Здесь всегда был какой-то ручеек или его просто искусственно сделали? А это постамент для нашего экрана. Здесь мы делаем, например, просмотры каких-то фильмов, футболов, чемпионатов. Здесь у нас профессиональный кинотеатр. Это 8 на 4 экран. Профессиональная кустика. И здесь мы выставляем тот смотриств. А зимой что? Здесь все замирает? Нет никаких мероприятий? Ну, зимой, скажем, например, до сегодняшнего, до этого года становится чуть-чуть, скажем, попроще, поспокойнее. Ресторан, как правило, в этом году не работал, но связано было с тем, что мы ресторан, по-моему, решили переформатировать. В будущее рассмотрим, чтобы рестораны были открыты. Пока что все это напоминает какой-то турецкий отель. Бассейн. Да, это взрослый бассейн. За ним дальше круглый, мелкий, более теплый, где папа любит больше времени проводить, на самом деле. Детский бассейн. Дальше непосредственно у нас домик, где мамина комната, душевые, переодевалки. Это все зарастает красивой зеленью, поэтому здесь соблюдается приват. Вокруг бассейна выставлены шезлонги, ракушка с диванами, другая, не очень красиво. Эти два пляжа отличаются тем, что там у нас размещены шезлонги. Здесь наверху у нас такие бескаркасные матрасы, где можно просто поваляться. Плюс волейбольная площадка, причал для гидроциклов, и все каяки катамарана Сапа, которые мы брали с того пляжа, мы перенесли вот, собственно, вот на этот пляж. Здесь можно пользоваться утречком. Место зарядки, силный катамаран. Где-то, безусловно, присутствуют там спасатели, аниматоры, течеры для детей в бассейнах группах. Маленький детский бассейн. Да, но он самый любимый. Это вторая детская площадка. Вторая детская площадка мне нравится гораздо больше. Это уже что-то более интересное. Из дерева сделано, и горочка. Такое еще не видел, то есть видно, что такая интересная. Там какие-то подзорные трубы, здесь вон колокольчики, в общем. А маяк – это какая-то необходимость или просто так прикольно? Просто прикольно. Ну что, признавайтесь, хочется уже на пляжик. Сделали общую променаду для того, чтобы можно было прогуляться вечером. Романтическая прогулка. Также тут шикарно с этой локации в ту сторону наблюдать закаты. Днем или утром это может быть пробежка вдоль воды. Специально построили небольшую кухню и уборную для того, чтобы было поближе к арене. А за этой ареной в этом году сейчас порновато. Чуть прогреет немножко земля. У нас есть так называемый дуэмпинг. Знаешь, что такое? Нет. Нет? Ну, кемпинг знаете? Так. Дуэмпинг – это в Англии придумали такой гламурный кемпинг. Это когда палатка у тебя в человеческом. С кроватями и кондиционерами. С кондиционерами. Со всеми как бы отребутами, с мебелью. Шикарная кастровая. И там, когда вот хочется на пикник, но не хочется выезжать там куда-то в такой дикий лес с муравьями и пауками. И далеко не хочется ехать. А если вдруг надоест, то понимаешь, что просто встал и пошел к себе домой. То это идеальная штука. В прошлом году мы это дело проэкспериментировали. Зашло просто, в общем-то, идеально. Вот ты всю ночь напролет просто с костром, с детьми, вот с друзьями просто проводишь. В таком восторге. И такое ощущение, что превращаешься там тоже подростка. Лет на 10 минус возраст сразу же. Прикольная такая клумба с шишечками. Да. Шишечек тут хватает на территории. В прошлом году с помощью лесников были вынуждены локально по всей территории срезать порядка где-то двух тысяч, наверное, деревьев. Ну, больных, сгоревших, где-то там караец съел и так далее. Но взамен мы высадили более 20 тысяч. Поэтому как раз вот я говорю, что ель мы любим. Сосну пересадить у нас не получалось, поэтому нам очень хорошо получается высаживать ель. А сосна она все-таки вот своей нежностью. То есть, если это большую сосну пересаживать, практически нет шансов, что она движется, к сожалению. Гостевой паркинг для катеров? Да. И там уже заканчивается территория? Вот мы идем вдоль этой линии электропередач. Как раз расскажите, как тут вот с этим. Бесперебойно ли электричество, или бывают отключения какие-то? Которую мы видим. Мы им не пользуемся. Более того, он резервный. Если, скажем, поставлю под этот провод стремянку и позвоним на мобильный телефон, в момент приема вызова мобильный телефон ваш будет в 10 раз превышать излучение, чем данный провод. То есть, в принципе, оно как бы излучение там никчемное по сравнению, тем более, с вашим мобильным телефоном. Ну, да, видно, что это не высоковольтная линия, это очевидно. У нас три независимые точки, поэтому, по большому счету, мы автономны. Есть перебой, безусловно, но они, как правило, связаны, к примеру, с какими-то ураганными процессами. Зимой либо там вот все то, что там бывает у нас происходит изредка, и, например, там, не знаю, там, разрушают столбы где-то в областном формате. Да, то есть, областной лэп, где-то поломал, соответственно, там, подача электричества, как бы и у нас, и там еще там 38 деревень не поставляют с электричеством. Ну, то есть, как и во всем пригороде. Крайне редко это происходит, а может происходить, на самом деле, там, зимой, если снегопады, я уже такого не помню, там, может быть, там, 3-4 раза в сезон. Каких-нибудь там своих дизельных генераторов у вас нет? Рекомендуем ставить, но, как правило, ставим не дизельный, а газовый генератор, потому что они меньше. Это у каждого уже свои автономные, да? Да, да. Ну, пользуется, повторюсь, как бы, крайне редко. На самом деле, как бы, если электричество пропадает, вот на моей памяти больше трех часов я не буду. Был момент, когда вот в прошлом году там был какой-то серьезный перебой, когда, или позапрошлый, когда веерное отключение было по областям, соответственно, как бы у нас-то была проблема, как и везде, по большому счету, включая Киев. А в целом, в стандартное время абсолютно комфортно. Соответственно, у вас поселок, он газофицированный, отопление у вас в основном тоже газовое? Первое, что изначально было сделано в проекте, вот не было ни единого дома, это был 2009 год, были выполнены все дорожные проезды и на абсолютно на каждый участок подвели газ, воду, электроснабжение. Соответственно, как бы, поскольку уже есть газ, электричество, отопление происходит за счет этих, собственно вещей. Есть как бы там точечность, все больше и больше появляются там тепловые насосы, солнечные панели. Ну, признаться, такая еще пока экспериментальная штука. Коль есть газ, электричество, все, как правило, ставят газовый котел. Твердотопливные никто не использует. Мы один дом, ребят, поставили, но ни разу им не пользовались. Твердотопливный котел, это когда уже на случай какой-то ядерной войны, когда нет ни газа, ни электричества, вообще ничего, остались только пилеты. Здесь на территории еще вырыли такое частное озеро, которое принадлежит вот этим всем домам вокруг него, потому что оно вырыто на их территории, по сути, и у них у каждого дома будет свой персональный выход. Вот видите, здесь есть такие лесенки, фонтаны там еще будут находиться в этом озере. Вот такие вот есть красоты. Холмы, это, я так понимаю, тоже искусственно тогда насыпанные. Для того, чтобы у нас посадная часть, можно передать участкам, которые находятся вдоль озера. Вы говорили, что современные дома у вас на том берегу, но я вижу это тоже. Есть локация, на озеро будет только современная и противоположная сторона только современная. Я у вас вычитал на сайте, что есть такая опция, как аренда коттеджа на какой-то период. К сожалению, у нас пока продукт такового прямо на аренду буквально два дома, а в остальном это как бы у нас частные дома, которые, собственно, люди построили. Ну, дело в том, что какая, здесь происходит такая внутренняя миграция. То есть, с поселка еще никто не входил, там покупают кто-то второй домовладение, кто-то там четыре домовладение. То есть, меняется локация, развиваем новый какой-то проект, имеется там новые улицы. И как бы наши лица с удовольствием, кому это интересно, там делают новое приобретение. Ну, и переезжают туда. Соответственно, остаются здесь дома, которые они, как правило, либо сдают в аренду, либо оставляют своим, там, детям, или друзьям, или родителям переезжают. Порядка пяти домов. Из них, собственно, повторюсь, даже один наш, который изначально под аренду и строился. В будущем планируем сделать там арендный продукт. Спрос на аренду, безусловно, очень серьезный, особенно сейчас. Это какая-то долгосрочная аренда, или можно там на пару суток взять? Смотрите, мы на самом деле, как бы это учитывая, опять же, закрытость проекта нашего, да, и учитывая бережливость, комфорт наших резидентов и нашего собственного, в том числе, да, то есть, мы как бы стараемся делать более постоянные какие-то вещи, например, если там у нас жильцы, как бы, чтобы ты не встречал случайно здесь людей. Не было там однодневных, которых, в принципе, он не бережет, не разделяет наши ценности. Он здесь пришел, собственно, побыл и уехал, ему по большому счету все равно будет завтра. Поэтому, что касается аренды, мы планируем это делать исключительно по рекомендации наших резидентов. Это больше даже, скажем, по опросам и просьбам наших резидентов создать такой продукт для их же членов семьи, для родителей, которые, как бы, интересно, чтобы приезжали там хотя бы на лето, там, у них закреплялся дом за ними. Дома, которые сдаются, сдаются минимум на год. Сколько стоит аренда на год? Минимальная средняя аренда, наверное, не знаю, в районе 5 тысяч в месяц. Это не гривень, если что. А мы сейчас идем на мост. Первый в Украине частный мост. Построен частными. Ну, я думаю, что есть и много других частных мостов. Просто, может быть, не такого масштаба, навесных каких-нибудь, там, деревянных. Затяжная конструкция, это достаточно технологичный мост. Строили его не украинские подрядчики. Достаточно сложная конструкция, ну и, безусловно, дорогая. Такая красивая здесь волнистая береговая линия простирается туда достаточно далеко. Это все ваша территория, да? Ну, прям туда нет. У вас участки возле воды стоят дороже, чем не возле воды? Ну, в целом, да, но это обусловлено больше, как бы, ну, во-первых, оно возле воды, это тут расположение, во-вторых, площадь этих участков, они, как правило, больше, чем участки внутри проекта. А какая вообще в среднем площадь, от и до? По 12 соток, наверное, вот это минимальный участок, который был, сейчас практически нет в наличии. А вертолетная площадка у вас есть? Мы, на самом деле, очень долго упирались, потому что понимаем, ну, есть удобство и красота, когда летит вертолет, это интересно, да? А когда летит 5 вертолетов, для каждого 20 минут, уже как бы не очень головой. Понимаем, что безысходно, когда-нибудь это настанет, поэтому лучше возгладить процесс, и мы сейчас рассматриваем площадку в удалении от проекта, чтобы как-то локально люди там могли слетаться в одно место, а не по всему проекту тут, чтобы это было комфортно, удобно и красиво одновременно. Мы добрались до левобережья Ривьеры. Тут есть какие-то подколы со стороны правобережных к левобережным. Есть один цельный подкол, когда ты иногда называешь просто проект деревни. То есть там деревня, с этой стороны кустарники, там дальше по другой стороне. Это только вот только ее сделали, да, по сути? Только-только, она вот буквально в этом году, это по сути мы с вами ее как-то вот практически первое открывали. А рыбу у вас здесь ловят или куда-то все-таки отъезжают в сторону? Мелкая, скажем, рыбалка такая точечная. Потому что, повторюсь, у нас есть как бы организованная рыбалка. Вот, мы либо выезжаем на широкие места, либо это уже в море. А если так, просто частная рыбалка, она есть, ребята, высаживаются прямо вот на, собственно, причале, на подпорной стене, как бы там очень хорошую окунь и щуку доставали. В прошлом году, могу соврать, но вот в этом, вот здесь у нас был как раз причал небольшой, мы вытащили килограмм на 7 щуку. Поэтому здесь хорошая рыбалка. Какая тут схема вообще строительства, покупки приблизительно, как и в Green Hills? То есть можно либо купить у вас готовый дом, либо можно купить участок и построить свой. Как? Можно купить готовый дом, безусловно, можно купить участок, выбрать один из проектов и построить. Если есть ограничения, как я говорил, там в архитектурной стилистике, это раз. И второе, например, если мы говорим вот от моста налево, там ты можешь выйти, в принципе, своим проектом практически любым. Там более такая, скажем, приватная атмосфера, скажем, более большие участки. А в этой части дома вот только вот такую архитектуру. Мы раз в 2-3 недели пополняем, появляется новый проект. И только выбирая из этих проектов, ты можешь существить его на участке выбранном. И строим только мы. Если там ты можешь упражняться, есть определенные жесткие комендантские правила по ведению строительных работ, то здесь строим только мы. Для того, чтобы там, скажем, сроки соблюсти, порядок соблюсти, точно застройку всю как бы определенное время играть. Мы хотим как бы планомерно застраивать плотно, вот массив целым, целиком. И вот вы видите технологию строительства, кирпичные дома, хотя есть и монолитные части конструкции. Да, то есть он не просто из кирпича, он по сути... Применяется легкая монолитная конструкция, да, технология. Ну и перекрытие тоже... Они же не сплит, да, монолитные получаются. Монолитные перекрытия, то есть есть какие-то колонны. Далее красный кирпич, утепляется минеральной ватой, ветробарьер, а сверху стен... Либо структура, либо это дерево, либо камень. В зависимости от проекта. От проекта, да. Ну мы посмотрим, может быть, более какие-то готовые проекты. Ну и, конечно, такие огромные панорамные окна. По сути, это целая стена из окна. Что на первом, что на втором этаже. А вы сдаете, ну, без ремонта, я так понимаю? В основном, да. Крайне редко мы это делаем, но в основном без ремонта. В домах, как правило, есть свой гараж какой-то, да? Ну мы на самом деле сейчас сходим от гаража, есть навес. Потому что практика показала, что люди в гараж машины просто ленин составляют. Там все что угодно, велосипеды, самокаты, очень редкие машины, в которых ты не выезжаешь. А то, что ты пользуешься, это на улице. Пенопласт, кстати, такой толстенный 150 миллиметров. Тут просто будет отделка из камня, поэтому под отделку из камня утепляют пенопластом. Мне просто часто говорят, что пенопласт, фу, им же запретили вообще утеплять дома. На самом деле не запретили. И даже здесь частично применяется. А это, я так понимаю, тут же канализация... Это биопроцессор. Биопроцессор? Да. А что он делает? Это что-то между шертиком и центральной городской квартиры. То есть он уже частично там, что-то очищает или как-то... Там на выходе оттуда из этого процессора выходит абсолютно чистая вода. Тут нет астонизаторов с машин. Раз в полгода приезжает специалист, который проверяет фильтр, очищает то, что нужно. Ну, есть какое-то иллистое отложение и более того. То есть там полная переработка, причем автономная. Там сами вырабатывают эту концепцию бактерии. К этому процессору подведено электричество. Воздухозаборник определенный. В общем, есть технология, в которой все что-то попадает, вырабатывает, на выход выдает чистую техническую воду. Очистное вот сооружение, просто такого мини-масштаба. Дисциплинированные, экономные немцы этой водой поливают газоны. Ну, а наша ментальность, в принципе, поэтому пока не очень готова, поэтому... Так почему? Наоборот же, удобренная вода. Вдоль будет высажены вот эти вот все ели. И, как я понял, тут та же самая идея, как и в Гринхиллз, никаких заборов вокруг домов. Зеленая изгородна позволительна, причем она может быть там трех, четырех, пятиметровая, условно, там еле высаживают по разному формату. Но забор, да, он запрещен. Есть определенная, скажем, полутораметровая сетка, это все у тебя есть животные, для того, чтобы просто не перебегали к соседям. Как здесь с животными, кстати, какие-то есть ограничения тоже? Ну, скажем, если у тебя большая собака, она, как правило, это люди, которые живут на береговых на больших участках, у них территория закрыта, вот подобная сеточка, то, что ты говорил, в идеале там имеется вольер. Что касается выгола, у нас парковые зоны, порядка 15 летар, там, то, что за территорией, там мы вычищаем это дело, там смотрим, в этот лес, и там, собственно, собственники могут выгуливать своих больших собачек, а мелкие, собственно, они как вот... Есть правила определенные, там, за ними нужно убирать, взять с ними гулять, там, на детских площадках, ну, то есть, какие-то такие человеческие формы, общение и добрососедство. А нужно вообще тут жильцов с большими собаками? По-моему, три дома буквально. Это собаки, что называют, там, с тремя высшими образованиями, то есть, там воспитание, все стоять, не каждый... Получше, чем у некоторых людей, да? Это да. Что здесь с водой? У нас две артезианские склажины, Синаманский горизонт, 135 метров глубиной, мы ежемесячно у нас делаем простой, скажем, упрощенный анализ воды, раз в полгода делаем, скажем, глобальный, то есть, отключается от коммуникации, там, все домовладение, на пару часов делается промывка. Вообще, собственно, вода, ну, практически идеальная, здесь есть небольшое превышение железа, но если сравнить с городским анализом воды, например, это Оболонская набережная, где там стократное превышение, то есть, у нас можно сказать, что она там идеальная. Она подается вот в таком, в своем чистом виде, или есть еще какая-то, доочистка. Она, скажем, у нас есть грубая система очистки, но в домах там рекомендуют ставить фильтр смягчающий, то есть солевой, по большому счету, и по снятию железа. Вот, наглядно можно увидеть разницу стиль домов, в которых часть коттеджного городка построена, и вот современный стиль. Какой вам больше нравится? Мне лично уже вот очень даже приглянулись вот эти все современные построечки квадратненькие. Я склонен как к классике, так, собственно, к современному. Я объясню, почему. Потому что классика, она потому и классика, что и через 15 лет она будет, скажем, в тренде. То есть есть и минутное решение, например, как вот было в прошлом, позапрошлом году, когда классика по спросу ушла на нет. Все ринулись в современные. Прошлый год, GTA 8, показало то, что процентов 40 клиентов наши вернулись к классике. Мы стараемся делать просто таких вот прямоугольных, там, или квадратных коробок, которые через 3-4 года просто потеряют какую-то привлекательность и морально просто погибнут. И захочется менять ломать это все дело либо продавать, потому что уже неинтересно, это не радует. Но прежде всего в Ривере продаем не дома, мы продаем эмоции, мы продаем образ жизни. Это как бы не пафосно, если так оно и есть. Просто нужно это прочувствовать, как ты здесь находишься. Каркасный дом. По большому счету внешнего ничем не отличается от критичного. Внутри то же самое. Более того, через какое-то время, проживая в доме, ты забудешь о том, из чего он на самом деле построен. Есть разница в шумоизоляции, безусловно. Она не критична, она имеет место быть, потому что критича она более, скажем, сложная. Каркасный, он уже полностью оснащен всей инженерией. Установлены котлы отопления, кондиционирование, то есть абсолютно всей детальной разводкой по электричеству и по сантехнике уже все выполнено, потому что так требует технология. А кирпичные дома мы просто вводим в дом все необходимые коммуникации и оставляем. По стоимости какая разница? Большой разницы на самом деле нет, потому что есть утопическое мнение, что раз каркасный, он стоит ничего. Потому что снициативно это сокороки, как бы он там за три дня строится. Каркасный дом все сделан по уму, как, собственно, у нас, потому что это компания Наскор, которая строила, это одна из ведущих мировых компаний по строительству каркасных домов. Вторая самая коробка, она в среднем, это 30% от всего пирога стоимости дома. Возьмем каркасный дом, который оснащен инженерией и кирпичный, который без инженерии, у них разница может быть до 10% в пользу, в лучшей пользе каркасного, не более того. Себестоимость обоих домов по нашей смете примерно это в районе где-то не менее 800 долларов за квадрат. Что тот, что этот. Потому что фундамент тот же, инженерии больше, кровли одинаковые абсолютно, подготовительная как бы база тоже одинаковая. Только каркас отличается. Там кирпич, здесь дерево. Ну, разницу в стоимости, наверное, более правильно считать уже, когда в кирпичном доме провести всю инженерию и вот тогда сравнить. Тогда сравнить, тогда будет по-честному. Да. Тогда разница может быть там 25%. Это до сих пор непроданный дом. А давно оно так стоит? Второй год, наверное. Ну, опять же, это больше вместо того, что мы каркасно, потому что на таких же стоят и кирпичные дома. Это классика. У нас два года на рынке пропал всякий спрос на классику. Он только возобновился в прошлом году, ближе к новому году, 8. Вот за прошлые 8 у нас, наверное, процентов 60 покупали классики по отношению к современному. Как видите, и розетки все есть. Ну, единственное, без самих розеток. То есть сама проводка, есть батареи установлены. Кондиционирование, собственно. Кондиционирование. А где? Движение тепла, задымление. Угу. Угу. Витя с током. Все стены уже зашиты гипсокартоном, то есть уже фактически под чистовую отделку. А высота потолков здесь какая? А в частности, скажет я. Кремель, да. И сейчас чуть больше, учитывая, что здесь будет подогрев пола, плюс там санкопаркет либо камин. Есть выход на свою такую небольшую террасу. И вот территория двора. Этот участок с учетом дома 12 суток. А вот это вот минимальный, да, как мы говорили. Там место для камина? Это и есть камин. Там он уже заглядывалом. Там не хватает столько стопочной. Потому что она может быть чугунная, каменная, какая угодно. Все готово, прямо стопочная. Там можно заглянуть, вы видите. Да. Вот. Какая площадь этого дома? 400 метров. 400 метров. Хорошо. И тогда уж стоимость какая? Да, дом стоимость 650 тысяч. 650 тысяч на 400 метров. Это сколько получается за метр? Где-то 1500, 1600. 1625. А вот, видим, как бы цена у нас где-то враньем 2000 долларов за квадратный метр. Просто я не корректно считать, потому что разные дома стоят на абсолютно разных участках. Например, 400 метров на 12 сотках и 400 метров на 20 сотках. Ну, это как бы разные пропорции. И поэтому выводить стоимость квадратного метра не очень, скажем так. как сильно влияет на стоимость величина участка? Ну, хотелось бы понимать, там, плюс-минус сотка это сколько? Ну, основной бутерброд в стоимости это участок, на самом деле. Да? Да, самый дорогой. Потому что дома, вот, собственно, он строится, сколько он стоит по рабочей документации по смете, он столько и стоит. А участок, он включает, по сути, все благопроекты. Инженерии, коммуникации, берега, пляжи, корты. это все затратная часть, которая ложится на землю. Соответственно, как бы земля это самая дорогая. Хорошо, из этих 650 тысяч какова часть, вот, если без дома? В данном случае перемена где-то процентов 45-40. Это земля. Это хозяйская спальня, к слову, с этим балкончиком, гардеробная, ванная, ванная тоже все уже предусмотрена по разводу коммуникаций. Вот, можно, разнимать, да, здесь у нас вот два убывальника для супругов, здесь ванная, за вами располагается крышевая кабина, ну, а здесь оно будет. Просторная ванная. В каждой комнате установлена центральная климат-система, ну, это базовая, на самом деле, обычно уже потом вставить тач-панели, но важно, что здесь нет блоков внутренних, которые некрасиво вписаны в свой порядок. И гардеробная. Гардеробная с доступом начердача на пространство, там, в принципе, как бы это для того, чтобы услуживать внутренние блоки кондиционирования, но там пространство достаточно для того, чтобы сделать библиотеку, то есть какие-то необходимые для души вещи, детские какую-то, холодную комнату. Я так понимаю, в кирпичных домах есть больше возможностей для перепланировки? Нет, на самом деле, как бы каркасные в этом формате не сильно отличаются, то есть есть несущие балночные конструкции, привязка больше к инженерным сетям, то есть сложность в том, что, например, здесь проходит шахта кондиционирования либо чего-нибудь носить, сложно переносить. Ну, как сложно? Как говорит один мой знакомый, строитель, говорит, все возможно, а просто ценообразовать. Поэтому не имеет значения, каркасный или кирпичный, все можно переносить, менять, как бы выглядеть, если это позволяет конструктивный дом. Кирпичный каркасный дом для пользования, для жизни, он вообще не имеет никакой разницы. Вот, например, в кирпиче есть минус по отношению к каркасному дому. Это его тип управления. То есть, например, если каркасный дом, его гораздо дешевле обслуживать, то есть его быстрее нагреть и дешевле содержать в этом состоянии, чем кирпичный. Для сравнения, если помните, например, если была у вас там дача, куда вы зимой не заезжали, потом вам нужно ехать срочно Новый год или куда, вам нужно двое суток и вот эти конданы и так далее. Этот дом можно за час нагреть и там превратить в ташкент и спокойно поддерживать температуру. Да, он быстро теряет тепло, но если ты здесь находишься, очень легко это поддерживает. У нас ассоциативно, мы не любим каркас, потому что это связано с какими-то дачами наф-наф-ниф-ниф и сказками. Вот такая идиллия загородная. Американская мечта, да. Я выложил фотку в Инстаграм, мне пишут «Это в Украине, это что, в США?» То есть там меньше конечного комнат, но там каждая спальня стоит в углу, состоит из-за диробной. Там дальше лицо какого этажа, очень функционально. И походу бежать в лицо 620 метров. То есть мы делаем гараж. Пока, скажем так, время у нас небольшая парковка. Это вот как раз вот таких электракаров можно перемещаться по территории. Что здесь по правам собственности? То есть это земля, которая принадлежит тебе и дом на ней, или как? Да, безусловно. Здесь абсолютно простой формат взаимоотношений клиент-собственник. Идет договор купли-продаж земельного участка. Если готовый дом, то договор купли-продажи дома. Ну, либо, собственно, продается участок, на нем строится дом с необходимыми декларациями, дом вводится в эксплуатацию и получает соответствующий правоустановичный документ. Очень прозрачно. Никаких фондов, ипотечных, инвестиций, чего-либо еще. То есть участок, который вот огражден, вот на него есть акт, и он является собственником конкретного. И я могу им, в принципе, распоряжаться, но я ограничен все-таки правилами этого комплекса. То есть я не могу... Вы не можете поставить здесь забор, можно поставить здесь ель. Сколько нужно платить проживающим здесь людям вот за обслуживание территории и за все остальные там услуги? В зависимости от размера земельного участка. То есть привязка к участку, а не к метражу. Привязка к участку. Ну, в среднем на следующий день это в районе 400 долларов. Это очень грубо. Считать стоимость это ежемесячного платежа, так называемого сервисного сбора. 400 долларов за дом. Это включает охрана, весь комплекс безопасности. Это включает содержание всех инженерных сетей коммуникации отземных, надземных. Это все места общего пользования. Это вывоз мусора. Экстра это уборка у тебя на участке, уборка в доме, уход за твоим газоном, растительность какая-то у тебя есть на участке. А газ, электричество, вода, это какие-то прямые договора или через компанию? Газ у вас прямой договор, сразу же с райгаз идет. Часть левобережья, так называемая, она присоединена к селу, и там индивидуальные договора по всем коммуникациям. А здесь есть определенная как бы на юрлице. Электричество, соответственно, есть компенсационные расходы, но это по счетчику. По обычным тарифам? Обычным тарифам. У тебя присутствуют, по газу у тебя прямой договор, обычный тариф, по электричеству тоже у тебя обычный тариф, просто ты напрямую платишь обл.энерго, а компания диска, на которой оформим, собственно, этот договор. Ну, в дальнейшем сейчас мы переоформляем все напрямую договора. Какой метраж домов существует вот в продаже? Вот 150 квадратов, это самые небольшие смарт-виллы, наверное, самые популярные сейчас. Это считается смарт-150, да. Ну, на самом деле, дом загородного не может быть совсем маленький, потому что есть там подсобные помещения и так далее, но как бы квартира 150 большая, дом 150 это как раз минимальный оптимент. А максимум, ну, вот мы видели там 2000 квадратных метров, вот уже частная, скажем, инициатива, а из базовых продуктов ну, до 600 метров на самом деле. 150-600, вот так вот. Какие более популярные? В среднем 250-300. Это самая такая ходовая линейка, ну, потому что 250-300 метров это по большому счету уже абсолютно полностью функциональный жилой дом, а он закрывает практически все твои потребности. Если там 150 там может быть какие-то компромиссные решения, 300, то уже как бы закрывается все. 600 это уже плюс. Все то же самое, только больше габаритов, там, больше опций и так далее. Тут у вас интернет какой-то есть? Конечно. Ну, раньше это был радиоинтернет, который здесь уже там делали разводку по всем домовладениям, а сейчас идет оптика уже от Выжгорода непосредственно и каждый день заходит уже как. у нас есть поставка фермерских продуктов это в этом году, а в следующем скорее всего будет уже появиться магазинчик уже там с необходимыми продуктами. Ну, в основном, как сейчас люди, да? То есть по дороге из Киева останавливаются где-то в Выжгороде. Ближайшие. Ближайшие. Если, например, необходимы прям продукты, есть вот еще ближе гораздо 3 минуты машина или полтора километра, это Лебедевка. Там достаточно большой супермаркет, магазин. Да, он селиской, но там даже физики продают. То есть он достаточно хороший магазин. Поэтому как бы с продуктами с этим вопросами проблем нет. Что касается скорых там или даже участков, он приезжает, как практика показывала, быстрее, чем в городе, когда его вызывают объективно. В пожарной безопасности у нас особенно летний сезон. Весь Переснал проходит обучение. Причем это обучение нон-стоп весь сезон. То есть мы делаем водные, там какие-то не сыруем пожары небольшие, да? И люди тренируются. Сейчас мы там в прошлом году достигли там неимоверных рекордов по тушению локальных пожаров собственными силами. То есть пожарные, вот мы, например, для пробы вызываем. Пожарный говорит, может не успеть доехать. Ну, вернее, она приезжает, когда мы уже сами все устраним. Улица с деревянными домами. Вот этот белый, конечно, такой очень. Вот это кариба. Это мы сами производим. Я считаю, что мы, наверное, лучшие в Восточной Европе по производству подобных домов. Это самый небольшой, или скажу, средний сруб, имеется в виду по диаметру бревна. То есть я так понял, что у вас все-таки не два стиля, не только классика присутствует и модернизм тут есть и вот такое. Вот такая, да, что. Ну, вот эти дома я только на этой улице всего шесть домов. Грибы растут. Грибы, я скажу, на самом деле, есть грибов. Очень много опят, маслят, вернее. Но есть белые, есть польческие, но грибов, если в грибной сезон нормально, здесь очень много. Мне кажется, больше, чем где-либо. Вот просто неимоверно много. Прямо жители коттеджного городка ходят. Участок себе уходишь, собираешь большую грибу. по такой красивой дороге. Многих сравнивают с Кроватьевой, кто-то с Прибалтикой. А вы с чем? Ну, а я с Ривьерой. Она одна такая. Вы же городская Ривьера. Коттеджный городок Ривьера Вилас находится территориально в селе Лебедевка, хотя к Лебедевке относится лишь левый берег коттеджного городка. Правый берег это все-таки что-то вроде пригорода Лебедевки. Собственно, ближайшая инфраструктура находится именно там, а это продуктовые магазины, их здесь два. Также есть остановка общественного транспорта. Сюда можно добраться на маршрутке от станции метро Героев Днепра. Это ближайшая станция к данному региону. Как видите, городок расположен непосредственно на берегу Выжгородского водохранилища и также здесь протекает один из притоков Днепра. Ну, а вся другая инфраструктура, которая может понадобиться, расположена в ближайшем городке Выжгород. Здесь, естественно, и поликлиники, и школы, и детские сады, и большие разные супермаркеты. Вся территория Ривьеры Вилас густо засажена лесом, а вот здесь, где уже заканчивается территория, начинаются просто какие-то поля. Рядом никаких промзон, никаких промышленных предприятий, так что с точки зрения экологии здесь все очень хорошо. Если по каким-то причинам жителям Ривьеры Вилас нужно в утренний час пик добраться до центра Киева, то на это уйдет около 45 минут до 1 часа и 30 минут. Как видите, дорога от самого городка до фактически Выжгорода свободно, ну а дальше уже естественно стекается много автомобилей из других пригородов Киева, и чем ближе к центру города, тем больше пробок. Приехал я назад на Аболонь, насладился природой, подышал свежим воздухом. Давайте, можете уже начинать писать, обзор проплачен, все понятно, дизлайк, отписка. На самом деле, я уже говорил раньше, еще раз напоминаю, на моем канале нет ни одного проплаченного обзора. Верите вы этому или нет, меня это не сильно парит. Не, ну неприятно, конечно, поэтому я удаляю подобные комментарии, буду удалять, потому что воспринимаю их как личное оскорбление. Но не суть. Что по поводу ваших комментариев в моем инстаграме, я как всегда напоминаю о его существовании. Он собрал больше лайков, чем комментариев. Вау, даже не знал о существовании такого очень красиво. Если энергосберегающие технологии, своя скважина очень красиво выглядит. Скважина, да, своя, энергосберегающие технологии, там дело личное каждого. То есть, можно установить у себя на участке, наверное, какую-то солнечную батарею или у себя на крыше, но это чисто индивидуальная тема. Надеюсь, тут река будет получше, чем у ЖК Ривьера. Да, здесь река однозначно получше, вы это и сами видели. Ее периодически чистят, берега там, вырывают эту всю траву, ну и выглядит вполне купабельно. И сколько такое стоит? Я думаю, не дешевле, чем в Липках. Ну, не знаю, может и дешевле, чем в Липках, если честно. О, красиво там, насколько оно соответствует рендерам, имея в виду окружение дома. Соответствует, выглядит очень-очень красиво и ухоженно. Был там, очень красиво и уютно, жилье, конечно, дорогое. Ну, да, не дешевое, хотя вот как бизнес-класс в Киеве приблизительно так за метр. Цены просто космос для парасечного громадянына. для парасечного, да, для тех, кто купляет квартиру в бизнес-класс домах в центре Киева, это, в принципе, гроши-педъемнее. Соседи благополучные, да, мне сказали, что у них есть даже небольшой такой фейс-контроль, то есть некоторые люди, которые далеки от подобного формата, там дома не продают, но чтобы они не усложняли жизнь ни себе, ни другим. Интересно, чего ты не на карантине сидишь? Я вот этот же вопрос вам задам через несколько недель, когда вы сами все повылазите и поймете, что на карантине жить вечно не получится. Жизнь продолжается. Вон, кстати, там на газоне вижу, кто-то йогой занимается. Люди, как видите, на улице присутствуют, пока нас не начнут штрафовать, убивать, хотя я даже в это с трудом верю, что вот полиция будет просто всех садить в тюрьму, не знаю. Думаю, что никого не заставить. Заставить людей по домам может только страх. Вот когда реально все просто начнут болеть и умирать, вот тогда да. Пока этого всего не происходит, пока, знаете, тысяча людей заболело, все относятся к этому достаточно спокойно. Спасибо вам большое за просмотр. Как всегда, прошу, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пишите, в какие комплексы еще отправятся. И увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok